Новая конституция Крыма – перспективы развития. Под таким лозунгом в Симферопольском горсовете прошёл круглый стол. В нём приняли участие депутаты разных уровней власти и активная молодёжь полуострова. Первое, что обсудили участники круглого стола – результаты соцопроса. По его итогам, более 70% респондентов считают, что новая конституция Крыма будет защищать их права. И несмотря на то, что многие ещё не знакомы с главным документом республики, все они готовы его изучать. Я считаю, что это очень серьёзная цифра. С чем она связана? Или с той политизацией, которая есть, или с тем огромным доверием, которое мы выразили на референдуме правительству Российской Федерации, вообще тем законам, которые существуют в Российской Федерации, покажет жизнь. Но, на мой взгляд, цифра очень серьёзная. По мнению Ильи Глазкова, всё это показывает, что жители полуострова смотрят в завтрашний день уверенно и без страха. Но сейчас расслабляться не стоит, уверены участники встречи. Впереди ещё много работы. Чтобы не повторить ошибок и неточностей, которые были при украинском законодательстве. Некоторые статьи Конституции, и в том числе статьи Конституции Автономной Республики Крым, когда она входила в Украину, ну, допустим, принятие закона о госбюджете того или иного года могло наглухо заблокировать использование статей и Крымской Конституции, и Конституции Украины. Нам до сентября месяца нужно принять порядка 85 законопроектов, рассмотреть и принять. И в соответствии с законодательством Российской Федерации мы должны их принять в двух чтениях. Поэтому, вы представляете, какая-то огромная работа, которая… Да, там ещё нет закона о столице. Это уже отдельная история, и отдельно мы будем об этом говорить. Собеседники обсудили и другие важные вопросы, в том числе перспективы участия молодёжи в жизни города и полуострова в целом. Екатерина Наумова, Анатолий Скорик, Время новостей.